Привет, скажи, а как на иврите сказать мы их опередили? На иврите есть отдельный глагол для этого слова, и это глагол ле-ак-дим. Ле-ак-дим, корень кувдалит мем, который переводится как опередить, то есть прийти раньше, и просто куда-то явиться раньше, пораньше. К примеру, мы договорились встретиться в 8, но я пришел на час раньше, значит, что я сделал? Я на иврите должен сказать игдам ти бе шаа, то есть я прибыл раньше на час. По сути, это антоним глагола опаздывать. Опаздывать на иврите ля-хэр, поэтому если я говорю я опаздываю на час, или опоздал на час, ихар ти бе шаа, но если я прибыл на час раньше, то это просто обратная сторона глагола опаздывать, то на иврите я скажу игдам ти. Этот корень в иврите также образует глагол лик-дом, уже в другом биняне. Лик-дом переводится как предшествовать. Мы чаще всего встречаем это слово в настоящем времени кодэм, с ударением на второй слог. Который переводится как предшествует, или как причастие, предшествующий, а значит прошлый. Поэтому, когда вы говорите на прошлой неделе, помимо шавуа шеавар, вы можете сказать шавуа кодэм, то есть предшествующая неделя. По сути, это глагол, который стал причастием. Ну а также, если мы вернемся к глаголу ляк-дим, то в настоящее время мак-дим, а его пассивная форма мугдам, что уже переводится как ранний, как прилагательное, или рано, как наречие. К примеру, если мы хотим сказать раннее утро, на ивите очень часто говорят шо-табокен амугдамот, то есть ранние часы утра. На этом все, надеюсь, стало яснее. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, здесь много полезное про иврит. Продолжение следует...